у нас точно особенный вот нет подобного тебе но это в добром смысле друзья правда вы замерзли нет если замерзли потрите ручки потопайте ножками пока есть перерыв хорошо святой господь благословляем твое имя мы благодарим тебя что ты учишь на слову твоему благодарим тебя за тору благодарим тебя боже что в глазах твоих каждый из нас особенный такой вот просто бриллиант господь и ты глядя по этому миру выбрал нас ты божий отделил нас от всех народов отделил нас от племен господь ты призвал нас к себе и дал нам такую милость благодать и радость называться и быть твоими детьми этом наша особенность господь мы твои дети боже и это приятно боже мы наслаждаемся этим мы хотим знать тебя лучше хотим служить тебе лучший господь с удовольствием следовать за тобою во имя и шо мессии амэн амэн вы знаете друзья я хотел сегодня поделиться также темой которая вот на которую я размышляю последнее время я верю что это очень важно для нас как мессианской общине разбираться в этих вопросах ежедневно во всем мире в первое воскресенье октября проходит одна определенная молитва и кто был а в среду на молитвенном служении мы частично касались об этом и говорили это молитва за мир в иерусалиме кто-то слышал о таком мероприятии огромное количество людей больше двухсот различных динаминаций церквей и так далее и так далее больших служений джо хейфорд кинс колледж может быть кто-то слышал такие вот слова да они собираются прямо в самом иерусалиме и идет неприятно такая активная молитва при этом надо сказать что израильские власти они очень открыты и различные политические деятели они знаете как бы отзываются об этой молитве для них это большое благословение как они говорят о том что христианский мир обращает свой взор в сторону иерусалима в сторону израиля и благословляет народ израиля и страну израиля аминь правда в любом случае может быть до конца они не понимают что такое мессианское движение там или христианское движение может быть не во всем они согласны но тем не менее мы понимаем что если люди молятся за тебя и молятся не просто там ставят свечку чтобы там что-то с тобой произошло а именно молятся благословляя тебя то явно это твои друзья это не те кто желает тебе какого-либо зла правда и очень приятно это слышать и сегодня мы поговорим с вами о израиле собственно говоря о земле израиля помните как описано о том что это земля которая течет молоком и медом когда я был маленький я представлял себе это вот честно вам скажу и очень маленький был и тогда я уже так получилось что я уже слышал немножко из писания я представлял себе определенную такую сказочную землю может быть вы видели вот эту вот сказку о шоколадной фабрике помните да чарли шоколадная фабрика когда там например карамельные берега там например шоколадная река там и так далее и так далее вот примерно такое представление у меня было об израиле в детстве я представлял землю вот течет молоко там и что-то с медом там связано и причем я помню точно что я размышлял о том что молоко кисель кисельные да ну как бы или это молочные берега я я так себе думал что принципе не очень хорошая идея потому что молоко я не любил особенно с пенкой знаете ли вы понимаете свежая свежая нормально было как раз вот ну это для меня но и мед я тоже не любил но тем не менее я понимал что как минимум там хорошо как минимум там хорошо вот и я не представлял чем люди питаются кроме молока и меда и киселя ну думал что как-то они там выживают может быть они продают это другим странам у которых этого нет и так мы понимаем что это всего лишь какая-то аллегория это всего лишь какое-то представление символ чего-то благословенного то есть символ чего-то приятного и хорошего но тем не менее это часто имеет отклик когда мы говорим о земле израильской причем вы знаете что многие сионисты которые приезжали в начале прошлого века в израиль они именно таким израиль представляли народом справедливым страной прекрасной наша и я помню читал воспоминания голды мэр когда она приехала с америки она вышла на перроне вокруг была пустыня каких-то два страшных верблюда проходила мимо три грязных каких-то таких местных аборигена и она приехала с америки понимаете да она говорит это был ужас и многие репатрианты которые вас приезжали в израиль они встречали израиль совершенно не текущим молоком и медом малярия болото какие-то проблемы там война там то там то и тем не менее они оставались нечто было в этой земле что а что знаете заставляла людей отказываться от комфортно от комфорта вот с этой жизни от чего-то хорошего для того чтобы находиться там если вы посмотрите на землю израильскую обычную землю на какое-либо поле мы проезжали недавно мимо палестинских территорий там земля которая не тронута земля которая по которой вот когда-то ходил иисус навин вот так вот так она и осталась до сего момента представьте хороший украинский карьер обычный вот с которого набирают грунт и потом в селах например дороги мостят да вот это такая земля камень какой-то странный песок непонятно что булыжники и так далее чтобы вырастить там что-то нужно приложить огромный огромный труд и вы знаете мы были в таком городке в израиле петах тиква называется и там был такая небольшая как выставка или не выставка а даже монументы посвященные раннему сианизму плуги и плуги различные всякие вот знаете что для сеяния и так далее оно настолько примитивное оно просто ужасно примитивное просто знаете вообще и ты понимаешь что эти люди они работали вот на этом оборудовании что то есть в сердце что заставляет людей отказываться от комфорта для того чтобы прийти в эту ну так с первого взгляда непонятную землю причем надо понимать друзья что большинство сианистов большинство людей которые возрождали землю израиля это были абсолютно неверующие люди многие из них они были настроены даже против какой-либо формы религии не просто знаете как бы толерантные они были против и когда была зачитана декларация независимости израиля перед тем как составляли ее текст очень долго размышляли нужно ли вставлять слово бог упоминание о боге вообще в этот текст и решили одни говорили так да конечно бог нам помог построить израиль другие говорили ничего подобного это мы тут камни собирали и все меняли поэтому они решили там добавить примерно такую фразу о том что благодаря мышцы и силе израиля ну типа знаете такой можно его и так трактовать и так политически нашли и так что такое израиль почему эта земля такая важна чем она важна и сегодня мы поговорим об этого для того чтобы в общем то разобраться в сути вопроса как ни странно нам нужно посмотреть в библию да потому что там мы можем увидеть определенные вещи которые говорятся об этой земле и как ни странно тоже необходимо начинать самого начала с человека с которого все началось и мы помним что это был то тишина это был авраам друзья как ни странно так случилось бог никого не спрашивая не привод не проводя какие-то конкурсы не проводя какие-то знаете выборы голосование лишь он просто выбирает одного человека человека который не знал ничего о боге который просто жил арамиянин да мой отец как он говорил о себе был странствующий арамияне он выбирает его и говорит я хочу из тебя создать себе народ вот я так решил и ты будешь отличаться от всех народов твое потомство будет отличаться и вы будете служить моим целям для всего мира и и книга бытия описывает достаточно просто это призвание бытие 12 1 3 и сказал господь аврааму пойди земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю которую я укажу тебе и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты благословение я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные знаменитые места писания прекрасно их знаем и так то что важно бог обещает аврааму произвести от него что великий народ благословить его благословить через него других людей и он призывает его выйти в землю которая как написано которую я покажу тебе просто человека взяли позвали и сказали иди в землю ну фактически похоже знаете как в старой русской сказке пойди туда не знаю куда сделай то не знаю что ну вот примерно так пойди в землю я произведу покажу и так далее и так далее и он пошел и что мы видим дальше мы понимаем что земля о которой идет речь а сегодня именно земля нас интересует она достаточно непонятная нету ее границ нельзя ее обмерять нельзя ее увидеть нельзя понять ее расстояние тем не менее мы знаем что авраам поминуется выходит и начинает страствовать по какой-то области в следующей главе когда мы читаем о истории с лотом помните когда лота взяли в плен авраам его отбил там и так далее и так далее целая история мы не будем касаться деталей тем не менее бог снова обращается к аврааму и говорит и сказал это 13 глава с 14 по 18 стих и сказал господь аврааму после того как лот отделился от него возводи очи твои из места на котором ты теперь посмотри к северу и к югу к востоку и западу и по всю землю которую ты видишь тебе дам я и потомство тему навеки и сделаю потомство твое как песок земной если кто может сосчитать песок земной то и потомство твое сочтено будет встань пройди по земле сей в долготу и в ширину ее ибо я тебе дам ее и двинул авраам шатер и пошел и поселился у дубравы мамре что в хевроне и создал там жертвенник господу вот бог обратился к нему и говорит посмотри хорошо сначала он сказал выйди которую я тебе укажу тут он уже говорит посмотри на эту землю ну давайте мы представим что мы залезем на самую большую какую-то гору которая есть в Израиле в Израиле невысокие горы так по современным пониманием горы да ну холмы там так далее так далее сколько можно в там солнечную погоду увидеть направо налево ну по 50 километров да это так если все хорошо мы понимаем что авраам конечно был уже немножко не в том возрасте но тем не менее посмотрел и бог говорит пойди в ширину пойди в долготу и туда пойди и сюда путешествие в принципе обратно же ничего не понятно правда то есть человек ходит по какой-то территории но бог говорит что вот эту территорию я дам тебе и потомству твоему и знаете что тут написано ни много ни мало он говорит что я дам и вам навеки навеки то есть это не просто на сто лет это навсегда это то что будет длиться снова снова и снова и так мы видим дальше идем дальше в пятнадцатую главу бытие пятнадцатая глава когда бог заключает с авраамом завет и сказал ему господь и сказал ему я господь который вывел тебя из ура халдейского чтобы дать тебе землю сию во владение он сказал владыка господи почему мне узнать что я буду владеть ею господь сказал ему возьми мне трехлетнюю телицу трехлетнюю козу трехлетнего овна горлицу и молодого голуга он взял всех их рассек их пополам и положил одну часть против другой только птиц не рассек и налетели на трупы хищные птицы но авраам отгонял их при захождении солнца крепкий сон напал на авраама и вот напал на него ужас и мрак великий и сказал господь авраама знай что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их и будут угнетать их четыреста лет но я произведу судно народом у которого они будут в порабощении после сего они выйдут с большим имуществом а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь покребен в старости доброй четвертом роде возвратятся они сюда ибо мера беззаконий амареев доселе еще не наполнилась когда зашло солнце и наступила тьма вот дым как бы из печи и пламя огня пришли между рассеченными животными в этот день заключил господь завет с авраамом сказал потомство твоему даю я землю сию от реки египетской до великой реки реки ефрата кинеев кинезеев кодманеев хитеев ферезеев рифаимов амареев хананеев киргегеев и и еусеев обратно же в данном исследовании мы смотрим о земле мы видим что здесь бог не просто что-то пообещал он заключает завет с богом с авраамом и говорит я в общем то с тобой как бы договариваюсь и говорит земли вот таких-то народов я даю тебе это тоже самое что представьте бог вам говорит землю франции англии польши украины германии испании италии я даю тебе скажите пожалуйста вы можете посчитать километраж почему нет откройте википедию почитайте буквально очень легко вам нужно знать площадь каждой страны да вы даже границы можете узнать потому что у каждых из этих народов были свои границы сейчас эти народы не существуют сейчас все стерлось поменялось уже 300 раз но суть в том что для авраама это было понятно и бог говорит я с тобой в заветник отношения я обещаю что я дам тебе но это произойдет позже твои будущие дети твои потомки они выйдут отсюда с этой земли но потом вернуться но потом вернуться итак сам бог становится гарантией того что эта земля будет принадлежать потомкам авраама подумайте сам бог становится гарантом и разумеется что у большинства народов которые существуют в этом мире есть своя земля согласитесь не так много народов которые кочуют у нас мы знаем что они есть но по большинству своему у всех народов есть своя земля и тем не менее отношение еврейского народа к эры с израэль очень особенное в чем в чем эта особенность прежде всего нужно понимать как формируются народы как формируются народы как как вообще появляется государство живет какое-то племя или жила давным-давно жила жила развивалась где-то воевали с кем-то туда-сюда и потом потихонечку потихонечку вот они уже тут столбик поставили тут границу провели и так далее и так далее так появилось государство государство начали появляться укрепляться объединяться и так далее то есть мы понимаем что когда мы говорим например о французах французов кого мы называем потомков потомков галов франков некоторых других племен они жили на территории франции и постепенно стали народом который мы знаем французы да возьмем например русский народ или там великороссы как мы говорим то же самое было огромное количество славянских княжеств жили вместе объединились и назвали себя одним государством то есть был возможно князь какой-то объединился их и так далее то же самое англия и так далее и так далее иными словами люди живут на земле и постепенно превращаются в народ отождествляя себя с той землей на которой они живут так обычно происходит но земля израиля изначально была тем местом куда народ должен был прийти как народ то есть иными словами в землю обетованную уже пришел народ мы знаем что потомки авраама они вышли в гиппет там происходили разные различные события с ними когда они выходили уже после рабства возле горы синай когда была дарована тора когда дал дарован был закон божий тогда из этого можно скажем так родового племени был образован народ который имел уставы законы понятия и так далее и после этого спустя определенное время спустя годы израиль вошел в землю которая была им обещана и очень важно понимать что ошибочно отождествлять библейский эрец израиль с границей того израиля который находится сейчас друзья это не одно и то же если вы посмотрите новости там постоянно идет спор о израиле о границах израиля если вы посмотрите историю израиля завоевали политически перекрутили отдали да завоевали снова еще больший кусок снова отдали и что то такое происходит то есть с одной стороны люди находятся народ находится на земле с другой стороной когда мы смотрим на границы народа израильского мы понимаем что бог говорил о чем то большим чем по той территории которая есть сейчас и единственное вот прямое указание торы на границы эрец израиль мы находим вот в этом отрывке который мы уже с вами прочитали именно в этом отрывке от написано там реки египетской до великой реки фрат прат и фрат и вы знаете что очень интересно что конкретно многие исследователи они затрудняются даже сказать где точно проходит эта граница какая река прат где она находится и и были различные исследования были различные моменты о том что возможно это от именно вот конкретной ефрата может быть это вот от пересохших каких-то рек и так далее и так далее поэтому мы понимаем что в любом случае как бы там не не было вот в деталях мы что понимаем что бог он помнит эти обещания мы понимаем что бог помнит конкретно эти границы и мы понимаем что придет такой момент когда израиль как народ он будет восстановлен в рамках этих границ это произойдет но еще один важный момент который важно знать нам о земле и амитаванны дело в том что писание говорит нам традиция указывает что владение землей израиля это обещание божье для еврейского народа реализация которого связано с выполнением условий нахождения в завете и взаимоотношениях с богом это очень очень важный момент поэтому границы той части израиля который израиль сейчас владеет на данный момент они еще отличаются от тех границ которые господь говорил о которых господь говорил которые были изначально в его плане и мы понимаем что в течение двух тысяч лет примерно двух тысяч лет еврейский народ находился в большом большом рассеянии и то что сейчас существует государство израиль это чудо это благословение это благодать и вы знаете что когда я размышлял об этом восстановлении я вспоминал другой период в жизни израиля когда было очень большое рассеяние я я вот размышлял о вавилонском плене вы помните что тогда происходило кто читал писание возможно вы коснулись конечно коснулись этой темы и так было очень сильное отступничество в эры израиль люди начинали грешить люди перестали следовать за богом люди отходили от бога и различные пророки они приходили и говорили остановитесь исая языки или миа приходили плакали различными знамениями различными такими просто умоляли народ покаяния умоляли народ возвращения но мы знаем что все равно люди не услышали их и израиль был забран в плен вавилон и когда они были забраны многие города они были сожжены стены иерусалима разрушены и так далее и так далее то есть огромнейшее бедствие происходило прошло 70 лет как пророки пророчествовали как было задумано богом и бог начинает возбуждать определенную ревность в среде еврейского народа чтобы вы понимали это по сравнению с тем временем это была невероятнейшая трагедия невероятнейшая трагедия целый народ представьте их забрали переселили и сделали рабами их смирили и бог начинает говорить потихоньку в сердца людей мы помним да что люди они в общем то были нерожденные свыше они были простыми людьми которые где то что то слышали 70 лет прошло 70 лет когда ты живешь 70 лет в другой стране будучи рабом вы знаете есть все шансы забыть то что было раньше мы можем посмотреть по истории нашей нашей территории что было 70 лет назад мы с трудом понимаем и помним и то благодаря современным технологиям каким то фильмам документальным фильмам книгам мы можем что то почитать о том времени но даже сейчас если вы спросите наших детей кто такой например Ленин или Молотов или там например Троцкий они не смогут ответить потому что для них хотя это не такая уж и далекая история вот 70 лет назад это происходило они уже не знают кто это и мы понимаем что время забыть свои корни забыть какие то свои знаете то откуда ты взят было очень очень легко поэтому в конце когда Бог вывел Израиль из плена вернулось всего около 42 тысяч людей из всего народа вернулось около 40 тысяч представляете да то есть это огромнейшая трагедия для народа остальные остались мы знаем что после этого не досчиталось 10 колен да и ну вообще проблема большая проблема и так Бог говорит Нееме мы имеем такую хорошую книгу Нееме и Ездр и Бог начинает возбуждать ревность о восстановлении стены Иерусалима Бог вкладывает в нем такое вот ну вот переживание мы читаем в первых главах буквально что он расспросил об Израиле пришли вестники оттуда и говорят ну что он спрашивает что там они говорят все плохо стена разрушена то там то там вот и он плакал перед Богом он плакал взывал и говорил Господи Бог Израилев я ну как народ отступили от тебя помилуй нас и так далее и так далее и так далее то есть он плачет но вы знаете что мы не читаем что народ плачет плакал один человек да есть такое представление что они все покаялись и Израиль покаялся там в плену и не вернулся никто не каялся он начал переживать об этом для него вот эта земля с которой в общем то он неплохо жил я думаю что вместе со своим царем там где он находился в Вавилоне он был возле царя я не думаю что он нуждался в еде ну все же не камень налогни да не хуже было чем другим мог бы и потерпеть тем не менее для Неемия возвращение было мотивировано национальным характером большинство из тех людей которые вернулись с ним это были люди которые еще сохранили нечто некую память некоторые традиции некоторую связь с той землей Бог использовал их для возрождения как то что говорил Кирилл сегодня что Бог использовал четыре семьи для того чтобы возродить целое человечество для того чтобы люди вернулись и Бог использовал вот эту группу которая названа в писании кстати остатков друзья весь остаток весь Израиль там написано вернулся хотя мы понимаем что это было всего лишь сорок тысяч всего и весь Израиль если так численно говорить он остался и потерялся растворился ушел в небытие и вот именно из этих сорока тысяч Бог восстановил целый народ и так мы понимаем что Бог сотворил чудо Бог произвел в определенном смысле пробуждение хотя мы не видим обратно же что все эти сорок тысяч они именно вот предстояли перед Богом день и ночь и именно знаете как бы были такие пламенеющие посвященные Господу наоборот мы видим что неемия сталкивался с достаточно серьезными проблемами он говорит вы видите что эти люди отстраивают стену а вы даете им деньги в долг под сумасшедшие проценты вы тут начали смешиваться с женами других народов вы вот это вот помните да что мне вообще он нравится когда он там описывает это все он говорит я ругал их там как то так даже я ругал их я драл им бороды таскал их за одежду и там и так далее ну вот так знаете между прочим он почитайте он очень так спокойно описывает достаточно тяжелые вещи и тем не менее не пробуждение вернуло их в землю Абиталану не пробуждение Бог использовал их для этого возрождения и только позже когда была зачитана книга закона когда взяли тору и книжник ездра начал ее читать в сердцах народа начало что-то происходить посмотрите вот по главам неемии и там написано неемия 8.8 и читали из книги из закона божия внятно и присоединяли толкование и народ понимал прочитанное и когда начали читать книгу и там написано что народ приходил снова и снова был сделан помост священники выходили выносили тору и читали из закона читали народ начал прозревать и там написано что они не праздновали праздники уже годами и было решено что надо праздновать и пускай это даже были праздники знаете как бы не во время не в то время конкретное когда это нужно но они хотели их праздновать потому что внутри них начало пробуждаться вот это призвание быть божьим народом они начали чувствовать видеть переживать определенные вещи что мы не просто народ как все народы мы были в плену и вернулись да сколько народов было в плену и вернулись или не вернулись огромное количество такое время тогда было всех брали в плен кто-то возвращался кто-то не возвращался понимаем это да и они начали видеть что оказывается есть определенная книга есть определенное призвание не просто мой прадед здесь жил мой прадед был тот кто являл Бога и я имею такое же призвание они начинали видеть Божий призыв для своей жизни они начинали переживать его по-новому и мы видим что это было выражено через большое действие швы покаяния когда люди отпускали неверующих жен как и языческих жен когда прощались долги когда происходили определенные изменения когда люди начали по-другому смотреть на все то что происходит и говорить Бог наша опора Бог наша защита Бог нам будет помогать и мы знаем что это это было огромным временем подъема Израиля хотя на самом деле если мы посмотрим это была небольшая группа людей пускай 50 тысяч человек пускай непонятно сколько их было их было мало они были рассеяны беднота была невероятная все то что происходило вокруг них были люди которые их ненавидели их было намного 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 больше но нечто из призвания нечто из завета из благословения из обетований которые давал им Господь оно не давало им покоя друзья огонь начал гореть и мы знаем что Израиль был восстановлен в то время непростое очень сложное произошло обновление произошло пробуждение произошла жизнь и люди которые остались в рассеянии они канули в небытие они остались где-то там в Вавилоне они остались где-то там поначалу было хорошо а потом они забыли о том что есть призвание они не стали отождествлять себя с Богом Израиля они просто начали жить дальше итак мы видим что Бог связывает нахождение еврейского народа на обетованной земле с их хождением перед Ним и в случае их отступничества они будут изгнаны а в случае послушания они будут утверждены на земле и второзаконие 4 глава 25 и 27 стих говорит если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих и долго жив на земле ты вы развратитесь и сделаете изваяние изображающие что-либо и сделаете зло сие перед очами Господа Бога вашего и раздражите его то свидетельствует вам сегодня небом и землею что скоро потеряете землю для наследования которой вы переходите за Иордан не прибудете много времени на ней но погибнете и рассеет вас Господь во всем народам и останетесь в малом числе между народами которым отведет вас Господь и 28 глава второзакония 64 стих одно из проклятий помните да были главы благословений и проклятий и рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли и будешь там служить иным богам которых не знал ни ты ни отцы твои дереву и камням итак друзья основные понятия заложены основные понятия заложены еврейский народ всегда смотрел в сторону земли обетованной особенно в сторону Иерусалима святого места где находился храм где находилось выраженное присутствие Божие и 18 глава второзакония 18 и 19 стих говорит следующее я бог воздвигну им пророка и среды братья их такого как ты Маше и вложу слова мои в уста его и он будет говорить вам и он будет говорить им все что я повелю ему а кто не послушать слов моих которые пророк тот будет говорить моим именем с того я взыщу с того я взыщу в другом переводе с того я спрошу кто не послушает слов пророка я спрошу с него то есть будет спрос почему ты не послушал и когда мы читаем об этом месте писания мы понимаем что речь идет у Ишуа о том пророке о том помазанном о Машехе которого Господь привел в этот мир был ли Ишуа подобен Маше конечно же был и даже больше того пророк говорит то что Бог ему говорит он говорит от имени Бога и делал то что Господь конкретно ему говорил делал более того он не просто говорил от имени Бога но он сам являлся Богом который был среди своего народа он говорил то что отец хотел чтобы он сказал потому что он говорил в Иоанна 10 30 я и отец одно я и отец одно и мы знаем что Маше объяснял систему умилостивляющих жертвоприношей он объяснял систему того как можно приблизиться к Богу посредством жертвы как можно стать ближе познать Бога и мы понимаем что Маше установил систему Каганим систему священников в которой мы знаем что его брат Аарон был Кагенгадоль или великий священник высокий священник и он служил в скинии завета то что мы видим в писании мы понимаем что воскресший Ишуа он является нашим Кагенгадоль великим первосвященником в скинии небесной славы которая служит именно прообразом этой земной скинии как написано если мы посмотрим евреям с 7 по 10 главы вы можете почитать об этом он является нашим первосвященником он является тем кто ходатайствует умилостивляет Богом ни одним словом Ишуа не противоречит Торе не противоречит тому чему учил Маше но мы знаем что когда мы смотрим например на горную проповедь мы видим что учение Ишуа оно углубляет оно подымает Тору на принципиально новый более глубокий и качественный уровень хождения и служения перед Богом он приближает он дает милость и благодать приблизиться к Богу в большей степени и он учит нас как это сделать и так там написано слушайте все что Ишуа пророк мой будет говорить вам аминь друзья и там написано что всякого кто не послушает слово этого пророка тот будет удален из народа и уничтожен мы читаем Данила 3.23 там другое место есть которое говорит о том что будет именно удален такой человек и мы понимаем что на сегодняшний момент это очень и очень важный момент друзья это очень очень важно в что делать если народ в целом не слушает этого пророка в этом случае непослушание становится нарушением Торы правильно слово которое мы читаем оно было сказано из Торы если весь народ отвергает этого пророка мы понимаем что приходит определенное наказание приходит определенное действие Божье в сторону этого народа и такие люди они теряют взаимоотношения с Богом приходят проклятие книги второзакония и в семидесятом году тысячу не тысячу просто в семидесятом году мы знаем что был разрушен храм и знание из Иерусалима произошло всего еврейского народа в 135 году помните когда было восстание бархов восстание националистов которые хотели вернуть славу Израиля и так далее но тем не менее ничего не получилось и все эти годы если мы посмотрим историю еврейского народа они просто умоляли говорили давайте как-то организуемся давайте мы готовы верить в кого угодно можем там вот вы знаете что было огромное количество лжемеси тех предводителей которые объединяли франкисты и так далее и так далее они объединяли еврейский народ рассеянный по всем народам в таком стремлении давайте восстановим давайте пойдем что-то сделаем давайте но мы понимаем что было не время и все равно еще продолжалось поражение и поражение и мы понимаем что это следствие того наказания которое понес на себе еврейский народ не за то что они убили Бога не за то что они стали Бога богоненавистниками но за нарушение Торы если не послушаетесь слов того пророка которого я пошлю вам придет результат я спрошу мы можем сказать послушай Боже ты не находишь что это немножко жестковато знаете что я вам скажу друзья посмотрите в писание и взвесьте все то что происходило там но только постарайтесь увидеть это с позиции исторической и того что происходило забирают весь народ вавилонский плен и возвращается сорок тысяч весь народ который жил во времена ноя тонет и остается восемь человек восемь жестковато это даже не холокост все остальные умирают мы понимаем что в последнее время когда Бог говорит о будущем говорит я вообще то но тебе хочу сказать это я своими словами я ставлю радугу как напоминание о том что я землю не потоплю я ее спалю да написано что земля и все дела на ней сгорят извините меня пожалуйста это что образы знаете можно и про потоп говорить что это были образы но это была реальность это была реальность потому что есть принцип творение которое не соответствует целям творца оно идет к разрушению оно будет разрушено в конце друзья оно будет разрушено и мы знаем что будет и суд и будет и озеро огненное в котором кто-то там будет находиться да там будут находиться многие люди написано что широк путь людей которые идут в погибель и узок путь тех людей которые идут в вечность с Богом друзья поэтому когда мы говорим о рассеянии еврейского народа надо видеть эти принципы надо видеть это прошло время если не послушаетесь слов пророка я Бог говорит спрошу я спрошу в другом месте писания сказано что страшно впасть в руки Бога живого страшно друзья это не какой-то такой веселый котенок недобрый дедушка похожий на Санта Клауса абсолютно нет огонь который поедает это не Бог который ложкой огонь поедает вы видели вот съемки пожара огонь который поедает это одно из образов Бога при этом он любящий отец при этом он наша защита наша охрана и так Ишуа это была та цель на которую указывала Тора Ишуа был конечный пункт на который указывала Тора и то что она говорит если не послушаетесь слов этого пророка я спрошу но вы знаете что и сейчас для еврейского народа есть возможность услышать его он говорит нам через Танах он говорит нам через Новый Завет и тот кто прислушивается к нему он становится частью этого остатка Израиля этих спасенных людей которые выходят из рабства и приходят в святое место если послушаетесь слов пророка как верующие Нового Завета мы призваны священно действовать перед Богом и наш удел не просто ходить на служение петь веселые песни прославления но наш удел как верующих людей делать Ишуа известным делать Ишуа известным помните то что мы читали Неемия 8.8 и читали они книгу Торы Божией внятно истолкованием читаемого и читали Ишуа это живая Тора которую читают с помостом для еврейского народа для тех людей которые приняли решение выходить из рабства по всему лицу земли он Тора которая была пренебрегаема долгое время народом который был в плену и рассеян и сейчас израильский народ он восстановлен государство восстановлено есть определенные границы но мы понимаем что это процесс который не закончен это процесс который только формируется не достаточно отстроить стены Иерусалима должно прийти пробуждение в Иерусалим недостаточно сказать я израильтянин и вот мой паспорт должно прийти пробуждение в этот народ и мы как мессианские общины которые состоят из верующих евреев и неевреев по всему лицу земли призваны быть этими священниками которые выходят на помосты и читают тору друзья при этом после того как тора прочтена при этом мы берем мастерок и строим эти стены строим эту страну молимся поддерживаем являемся теми соучастниками которые разделяют божий план божье обетование для этого народа это важнейшая часть для еврейских мессианских общин не только в Эрес Израиль но по всему лицу земли и вы призваны к этому друзья вы призваны к этому и может быть вы не чувствуете себя способными или грамотными но если вы почитаете книгу неемии то там написано что такой-то такой-то отстроил кусочек стены отсюда досюда он был парикмахером например он был каким-то пекарем он был непонятно кем тот священником тот каким-то крестьянином но каждый из них старался это делал в одной руке он держал копье в другой мастерок строил смотрел переживал и следовал за Богом при этом при этом очищая свою жизнь через шву очищая свою жизнь через покаяние отделение себя от всего того нечистого что происходило я призываю вас друзья молиться за Израиль быть теми глашатами которые стоят на стенах Иерусалима стоят на страже этого народа которые не просто периодически раз в год или когда-то там молятся за Израиль но теми кто живет этим как частью своей жизни мы призваны в тот же завет в который призваны они в завет через Иешуа Иси и мы верим что придет такой день придет такой момент Бог обещал и исполнит когда границы будут восстановлены в соответствии с тем как он разделил и здесь нужна его мышца здесь нужно его влияние здесь нужно чтобы сердца людей внутри были изменены чтобы вот это вот состояние как у Ниемии было когда он в первой главе мы читаем он плакал и говорил Боже воспомяни народ свой ну выведи нас и мы видим как он приезжал как он переживал когда у него не было охраны как знаете просить ли охрану у царя сейчас вокруг Израиля много царей которых хочется попросить охрану но он говорит что бы они ни говорили я попросил охраны у Господа я помолился и Господь милостиво дал нам благодать и проехать караваном и начать и мы видим что Бог располагает в сердцах Израиля самых-самых разных неверующих людей вот просто сравните историю Ниемии историю вот сионизма историю образования государства Израиля сравните вы увидите очень интересные параллели как царь который был невероятно влиятельный в принципе ему этот Израиль 300 лет нужен ему говорили о том что послушай царь нам известно про этот город что это был город бунтарей всегда зачем его отстраивать давай не будем мы знаем что когда Советский Союз на голосование в организации объединенных наций поддержал государство Израиль это тоже было чудо потому что все время Советский Союз поддерживал арабские нет а здесь они сказали будет и стал Израилем и стал Израилем но он должен стать Израилем по сердцу Божьим Израилем который следует за Ишуа следует за Богом не по принуждению но по сердцу по огню в сердце друзья амин давайте мы помолимся за Израилем и я вас прошу держите Иерусалим в сердце своем держите Израиль в сердце своем оберегайте это как жемчужину это важно для Господа амин амин спасибо тебе Боже что ты дал нам благодать и милость быть частью того пробуждения Господь частью твоего действия Божия который ты имеешь которая направлена в сторону Израиля в сторону земли Господь мы благодарим тебя отец благодарим тебя что твое слово да и аминь что ты не отменяешь своих обетований что ты не отменяешь то что было обещано тобою Боже что ты восстановил Израиль сегодня Господь но мы просим о настоящем пробуждении мы просим о настоящем Боже таком открытом просто я не знаю Господь чтобы народ как тогда во времена ненедеезды услышав слово стояли и плакали чтобы вот это желание угодить тебе желание приблизиться к тебе желание следовать за тобой оно было именно изнутри сердец людей Господь ты сделал нас этими священниками которые читают Тору которые читают о Ишуа которые говорят слова пророка которые были обращены к этому народу Боже дай нам благодать и милость не умолкать дай нам благодать и милость Боже взывать ходатайствовать быть этими стражами которые стоят Боже на стенах твоих Иерусалим и пускай мы не живем в той стране но мы переживаем за нее но пускай мы не живем Боже но мы говорим мир на Израиль мы говорим благодать на Израиль мы говорим благословение отец и всякое невежество неправильное понимание этих вещей да будут разрушены в сердцах каждого человека Господь дай нам переживать твои цели дай нам Господи всем своим сердцем Боже научиться показывать любовь к народу к тому что ты любишь Господь именно так как ты этого желаешь благословляем тебя царя славы благословляем тебя Бога крепкого Редактор субтитров Корректор Боже Редактор субтитров Корректор 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 Корректор